приветствую вас на канале календаре у меня зовут аня лапа и сегодня у нас последняя часть последние четыре маски которых мы будем менять тональности как мы меняли тональностью предыдущих десяти масок вы можете посмотреть в прошлых видео вот здесь по подсказочке либо оставлю ссылку в описании под видео там же ссылка будет на мой первый обзор на премьерный выпуск шоу маска 3 сезон а сегодня у нас на очереди маски павлина малыша пса и осьминога и давайте сразу начнем с павлина потому что мне очень сильно было интересно поменять тональность у этой маски я иду такая вся я иду такая вся у мама мама я уже на семнадцать страшно смотреть он сказал я красивее всех на планете я вам говорила в обзоре что мне показалось что это похоже на диану анкудинову я склоняюсь к тому что все таки диана анкудиновой не будет в этом шоу однако кто-то очень сильно под нее косит и это действительно очень на нее похоже но я почитала ваши комментарии и вы выдали такую классную версию как альбина джанабаева и мне эта версия очень понравилась и когда я меняла тональности и мы немножко вышли наверх из вот этого вот грубого похожего низкого на дианин и и сделали немножко более женский высокий там мне кажется проглянула так немножко подмигнула нам альбина джанабаева и говорит я здесь это я пою я павлини в общем то мне кажется версия неплохая а вот маска на которой вариантов у меня нет это маска малыша давайте послушаем изменение тональности его голоса а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как можете слышать, версия с Владом Соколовским, наверное, отпадает. Все-таки, я думаю, нет его там, и это какой-то был первичный такой первосекундный обман слуха с версией Влада Соколовского. Но чем и кем его заменить, я пока не знаю. Я что-то слышу, что-то такое слышу вот так близко, но пока мозг мой не может понять, что такое я слышу. Я надеюсь на ваши комментарии, надеюсь, вы напишите мне свои варианты. Еще раз напоминаю, когда мы будем сравнивать голоса, я буду выбирать самые популярные версии, поэтому обязательно свои версии пишите. А на очереди у нас маска пса, и давайте послушаем изменения его голоса. Субтитры сделал DimaTorzok Пока сложно что-либо сказать, но я хочу озвучить одну версию, я ее тоже посмотрела в комментариях. Вы вспомнили про рэпера Текилу. У меня нет его песен в плейлисте, я его не слушаю, но откуда-то знаю его голос. Откуда-то. И когда я начала менять именно тональности, мне показалось, что может быть даже не голос, а какую-то манеру его я проследила. Ну пока. Пока. Если очень сильно нужно, то я остановлюсь пока на версии Текилы. Мне кажется, нужно вообще в эту сторону копать. Кто-то там даже услышал Крида. Не лето. Были, да, такие версии. И послушайте вот еще раз с этим умыслом, слышите вы этих людей или нет. Для меня маска пса пока тоже очень сильно неоднозначна. Честно говоря, как и все остальные. Ну и последняя, 14-я маска. Маска осьминога. Прежде чем мы сейчас послушаем, я вам хочу озвучить сразу свою версию. Она не столько моя, я ее тоже честно стырила у вас в комментариях. Вы много пишите про Наталью Подольскую. И это мнение опирается на ее участие в шоу «Точь в точь», где она вместе, кстати, с Глебом Матвейчуком исполняла песню «Ария Дивы». И вот, мол, она так может и вот так на нее похоже. И я с этой мыслью уже слушала изменения тональности осьминога. Пробуем. Моя вселенная, ты был господин. И никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне не заменен. Я открываю мир других мужчин. Мало-половен. Мало-мало-половен. 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 Я открываю мир других мужчин. Мало-половен. 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 Вау. Все, хреба, люби. И то ли это попытка заставить свой мозг так думать, то ли это действительно так, мне кажется, что-то услышала, что-то из Натальи Подольской в «Осьминоге» прозвучало, как бы это ни звучало. В любом случае других вариантов у меня нет, кроме уже ранее озвученной Аиды Гарифулиной, однако тоже мне кажется, что это немножко очевидно. Наталья Подольская все-таки менее очевидна, чем прям оперная певица Аида Гарифулина. Нужно, конечно, дождаться еще новых выпусков, но у нас терпения нет, нам уже хочется знать все здесь и сейчас. В скором времени мы начнем менять тональности в голосах массы, когда они разговаривают с членами жюри, когда дают какие-то ответы. В прошлом сезоне, как вы помните, нам это помогло, мы там уже более-менее Тимура расслышали, Батрудинова и Джонни даже местами, хотя я сильно помню, сомневалась, тем не менее. Впереди много всего интересного, обязательно подписывайтесь на канал. Ну и я благодарю вас за просмотр, меня зовут Аня Лап, это мой канал Календариум, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok